Всем привет! С вами Карина Юльевна. Сегодня я вам расскажу про наши путешествия в Тунис. Слушайте! Мы сегодня здесь уже в последний день. К сожалению или к счастью, не знаю. Страна, честно говоря, так себе. И в первый день, когда мы прилетели, мы прилетели рано утром, нас сразу заселили в ужасный номер со сломанной кроватью. Это было так себе. И мы пошли на ресепшн, дали 15 долларов, и нас заселили в огромный номер с тремя кроватями. Правда, мы просили с одной. Мы поехали в город, или это было в третий день, но это не важно. Мы съездили в СУЗ, ну, думали там что-нибудь, может быть, купить. Там будет хорошо, красиво. Нет, никогда не ездите в город, это просто ужасно. Это грязь, торговцы. И везде обманывают. В СУЗе очень огромное количество заброшенных гостиниц. Это выглядит, как в каком-то фильме ужасов идешь, и там огромная пятиэтажка такая, и вся заброшенная, и разрушенная. А внизу там обязательно должен быть ресторан, в котором никого нет. Вот, это сто процентов. Мандахэм в отеле Эль-Мураде группка Амдауи, он находится в припереди СУЗа, и, честно говоря, отель на самом деле ничего. Если не считать плохую еду, плохой Wi-Fi, отсутствие в номере сейфа. Наверное, эти три главные вещи, по которым я не могу рекомендовать. Это ты, и плюс все номера в основном достаточно убогие. Здесь можно пить вино, пиво, какие-то крепкие напитки не рекомендую, они не очень вкусные, но если вы хотите жраться, то, в принципе, можно. Не рекомендую пить коктейли, потому что их можно выпить 10 и вообще ничего не почувствовать. Мало того, что они невкусные, так они еще бездейственные. То есть алкоголь и там вот на донышке. В один день мы пошли гулять по набережной и заметили, что, в принципе, пляж чистят только около нашего отеля. Это плюс этому отелю. В отеле очень много бродячих кошек. Они буквально нападают, на тебя так не подходишь погладить, они мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. И потом просто начинают шипеть и кусаться и так далее. Не люблю кошек. Простите меня, все любители котов. Но это не мое. Тунис я никому бы не рекомендовала и сами мы сюда поехали. Ну, просто потому что никогда не были. Не читали никаких отзывов, ничего не читали. Просто купили билеты и уехали в Тунис. Ну, больше мы такой шипки делать не будем. Наверное, прежде чем куда-то поехать, я теперь буду читать все отзывы. Просто раньше этим занимался кто-то другой. А теперь, к сожалению, или к счастью, я такой самостоятельный человек, что должна сама всем этим заниматься. Так что решайте сами, надо это вам или не надо. Море прекрасное, отели ужасные, еда ужасная, алтоголь ужасный. Так что больше минусов, чем плюсов. Всем удачи! Зингала. И ты такой же польский зингала. Проходишь один метр и ты на море. Мило! Вот мне такая же холодильник. Открываем. Та-дам! И будешь ничего. Субтитры сделал DimaTorzok